Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу Подмосковные походы. Мы с вами сегодня отправимся в поездку в Мелехово. Именно в поездку на 25 автобусе. Можно от станции Чехов железнодорожной доехать до Мелехово. Буквально 15 минут и мы находимся на остановке в Мелехово. Автобус, как видите, ездит примерно раз в час. И иногда бывает перерывы около полутора-двух часов. Вот это автостанция, там же железная дорожная станция и так далее. Значит так, вот видите, и мы, соответственно, вот это Мелехово. Вот остановка и совсем рядом. Вот буквально видите, там автобус стоит, эскурсионный. И дальше там уже, собственно, находится это Мелехово. Значит, можно ли, собственно говоря, пройти по ходам, ну, скажем так, пройти пешком от станции Чехов до Мелехово? Ну, практически это невозможно. Почему? Ну, потому что дорог сюда таких вот хороших нет. То есть придется идти по обочине дороги, по обочине шоссе. Дорога шумная, обочина часто узкая. Ну, это, скажем так, довольно-таки опасно. Идти довольно долго, тут около десятка остановок. Поэтому я бы не советовал, скажем так, сюда ехать, идти пешком. Кроме того, там также будет развязка. Вас ждать пересечения с трассы Крым, там, да, с Симферопольским шоссе. И преодолеть ее тоже будет довольно-таки сложно. Машин там много. Ну, в общем, еще раз повторюсь, это довольно-таки опасно. Но здесь раньше, кстати, работал в продуктовом магазине. Поэтому, ну, единственная, пожалуй, возможность остается, это все-таки именно добраться на автобусе. Причем, кстати, можно доехать на автобусе напрямую. Об этом как-то мало говорят. Все говорят о том, что можно доехать только до Чехова, дальше пересесть на местный автобус. Ну, в принципе, это так. Я именно так и сделал. Но на самом деле, два раза в сутки из Москвы ходит прямой автобус. От метро Лесопарковая 428-й автобус ездит. Он непосредственно доезжает прямо до сюда. То есть, можно доехать на автобусе прямо от Москвы, без всякого пересадки в Чехов, прямо по шоссе, дальше прямо сюда, непосредственно до Амельхова. Ну, два раза в сутки всего. Так что, вот, имейте в виду. Ну, вот, собственно, вход главный, да. Я, кстати, здесь был в 90-е годы и приезжал сюда на велосипеде. Ну, и в этом отношение. Поэтому музей мне, собственно, тогда посмотреть не удалось. Вот, потому что именно на велосипеде. Понятно, что где его оставишь. Со мной, со стороны, вроде бы, и хорошо. Именно и автобус, да, с другой стороны. Ну, а где тут велосипед? Тут специальных мест нет для того, чтобы велопарковки не предусмотрено. Только вот автомобильная тут парковка. А велопарковки нет. Поэтому, ну, как вот, я приехал один. И что мне с этим велосипедом делать? Поэтому тут покрутился и, собственно, все. Ну, вот, билеты. Значит, просто так туда не попадешь, на территорию усадьбы. Вокруг, пожалуйста. А так вот, билеты. Значит, просто прогулка 280 рублей стоит билет. Ну, я взял билет-стандарт, который включает, ну, во-первых, прогулку, дальше посещение главного дома Чехов, Лигеля и амбулатории. Но есть еще билет, все включено. Он стоит 510 рублей. Вот, если жалко, пожалуйста. Ну, мне не то, что жалко. Я бы взял, ну, я считаю, что это уже излишне, на мой взгляд. Ну, главное посмотреть, там, главный дом. Так, тоже зачем прям все. Вот, кстати, киоск. Киоск, где можно купить разную литературу. Я вам потом покажу, что я купил. Ну, вот. Ну, и, собственно, тут много, в общем, всякого разного. Ну, не то, что прям уж выбор, может, не ошибка, прям сомкошибательный, но само со мной есть и про Мерехово, и, соответственно, вообще про чеховские места и сувениры всякие есть. То есть, пожалуйста. Вот, значит, здесь такая, как бы, центральная часть. И здесь находится памятник Чехову. Причем он был установлен не так давно, в 2002 году. Вот этот памятник. Ну, и там же находится вот театральный зал напротив. Театральный выставочный зал. Такой театральный двор тут. Вот, находится. Где, кстати, иногда проводится тоже театральный выставочный там зал. Где, кстати говоря, иногда проводятся разные такие спектакли. Особенно, как раз, вот, в летнее время. Здесь, кстати, находится, как бы, такой уголочек. Ну, считается, как бы, детская площадка, остров Забав. Вот, ну, такое, в общем, место. четко не очень тут людей больше люди все таки идут в музей нежели сюда вот и здесь в эту усадьбу можно познаю познакомиться с местом где жил собственно антон чехов знаменитый наш писатель вот жил он 90-е годы вот с 1892 по 1899 год то есть почти 10 лет он здесь жил вот сначала один потом женой но с не то что один не один он сжился с контакт со своими родственниками с братьями сестры вот это но потом со своим семейством скажем так а потом уже живу ну вот собственно памятник чехову вот и там вот и спектакль проходит но тут спектакль проходит надо на открытом воздухе надо вот в этом помещении вот насчет этой мере мельехова кстати у нас есть москве улица мельеховская на знаете библии она находится и она именно как раз названа именно вот сам по этой самой усадьбе вот где жил чехов долгое время вот улиц чехов кстати москве нет что интересно раньше была это сейчас улица мало дмитровка а сейчас вот такой великий писатель столько сделал а вот и улиц чехов москве нет удивительно конечно да вот нет улица ни площади ни улицы ничего ну только от мельеховской улице есть и все но метро чеховская понятно вот значит а ну и как купил это мнение чехов у театрального художника сарухтина вот как раз ты еще все 92 году чем сюда в собственно приехал ну он скажем так у него было слабое здоровье во первых и он устал немножко же от городской жизни от всего таком просто хотел отдохнуть здесь да то есть такой взять себе уголок ну как часто те же дворяне когда-то раньше нам дал садьбы создавали но он решил купить готовую ну что понятно свое конечно построить да вот и соответственно здесь просто служить вот на едини с природой с таким хорошими красивыми видами ландшафтами так сказать на лоне природы среди садов и так далее да вот это первое ну и вторая причина то есть это на раз все-таки главная причина но и вторая причина она была в том чтобы скажем так почувствовать жизнь народа поскольку все таки много писал да и в том что я жизни народа о разных его там и пороках и добродетелях и так далее но в общем на разных сторонах народной жизни но ему хотелось скажем так посмотреть на этот мир вот именно из глубины да вот скажем так вот именно из народной гуще посмотреть не просто там с высока откуда там из москвы да и стаскать вот здесь администрация музей находится кстати вот чуть подальше там справа находится тут как бы три усадьбы вот это вот усадьба как раз сороктина который именно где чехов именно жил а вот очень подальше там еще находятся еще еще две усадьбы но соответственно усадьбу кувшинниковый в том что здесь находится как раз и вот администрация вот ну а там еще подальше садьба вареникова есть то есть как бы три усадьбы но они уже непосредственно отношения к чеху не имеют но рядом находятся но сейчас там располагается в участие здесь администрация там вареникова там располагается научный центр это усадьба ахаба полиция но и так далее но вот я с главной каши ты здесь но по сути это как бы территория всего одного музея заповедника милихова вот так что он решил он как бы же по пожить вот скажем так в гуще народа посмотреть изнутри как народ живет ну и как в глубинке скажем так да вот а в то же время за иду скажем так и помочь этому народу да то есть скажем так поскольку он был кроме того что писателем еще также врачом вот он тут оказывал еще я сделал амбулатория оказал амбулаторную помощь но также просвещал людей школу создавал то есть ну скажем так вот как тут людям еще и помочь не просто посмотреть как они живут на еще ему помочь ну тоже такая вот импровизированная полянка видите здесь на пруду такой уголочек тоже со всякими шляпками вот который тоже любил чехов ну тогда это вообще было принято шляпы носить вот в 19 веке когда он жил в начале двадцатого это такса которые как раз жили у чехова дает любимого такса вот он очень хотел любил собак и вот особенно такс ему нравились он когда бы хотел завести и вот его мечта и осуществился тут две такса который за скина марковной бром и сайвич но и такие как бы немножко шутливые названия но может про них почитать это вот такса именно антона чехова который он держал и соответственно с которым ухаживал который он очень любил ну вот здесь прудик такой да естественно зельня то сейчас трижимая понятно это все конечно не пришел кашquarkу понятно не было вот но сады были там все так украшено было пруды тоже были вот но вот эти все конечно уже стрижены зелье это все современная мода это все таскать везде происходит в москве 3 год куствые зачем-то здесь тоже но якобы для красоты на самом деле конечно никакой красоты об этом не вижу нам на мой взгляд наоборот это какое-то уродство. Создаётся какая-то геометрия, такие чисто правильные формы. На самом деле это всё как раз снижает наоборот эстетическое восприятие. Потому что в природе никакой геометрии нет. В природе наоборот хочется какого-то естества, извилитости. Извилитости, скажем так. Поэтому на мой взгляд это делается неправильно. Не говоря уж о том, что и вред наносится тоже зелёным растениям. Ну, главное, снижается восприятие. Ну, тут вот всё время... Народ здесь, конечно, всё время есть. В Мелехове постоянно приходят экскурсии. Причём, что интересно, экскурсии преимущественно сторонние. То есть не местные экскурсии, потому что говорят, что местные пока не проводятся. Потому что сейчас экскурсоводы находятся в отпусках. Причём до конца лета. Что, кстати, очень странно. Потому что там кто-то хотел заказать, но что-то сказали, что пока не заказывать. Поэтому либо вы приезжаете с готовой экскурсии, либо если приезжаете просто, скажем так, дикарём, ну как я приехал, да, например. Ну, и большинство людей приезжает на машине, неважно, на автобусе. Вот. То, значит, можно просто присоединиться к какой-нибудь экскурсии. В экскурсии тут почти всегда бывает. Они приезжают на автобусах, как правило. Вот. И дальше вот тут вот... Тут экскурсии самодеятельные разрешают проводить. Тут в этом отношении всё очень демократично. никаких проблем не возникает. В отличие там от той же Третьяковки, Коломенского, Царицыно, где там нельзя проводить самодеятельные экскурсии. Там сразу ругают, сразу удаляют и так далее. Вплоть там до вызова полиции. Нет, здесь этого нет. Если вы хотите провести экскурсию, хоть для своей любимой, хоть для, так сказать, для своих друзей, хоть там для кого угодно, пожалуйста, проводите. Вам никто ничего не скажет. Ну, это вот, кстати, это пруд. Это пруд. Тоже ещё один. Тут несколько прудов на территории находится. Пруд аквариум называется. Ну, и рядом находится Левитановская горка. Дело в том, что ну, во-первых, Чехов с Левитанов дружили. Вы знаете, наверное, художник Левитан. Ну, и в каком-то смысле, в общем-то, их мастерство сопоставимо. Левитан в области писания картин. Ну, и равно как и, соответственно, Чехов в создании разных литературных произведений. Ну, вот это вот такая горка небольшая, да, и вот тут, видите, такие стоят скамейки со столом. Ну, сейчас, вот видите, тут никого нет, а вообще иногда бывает люди, конечно, и сидят. Я вот когда обратно шёл, уже кто-то тут сидел. Ну, я просто рано приехал, поэтому тут ещё пока никого не было. Ну, там ещё один пруд, потом посмотрим его. Это уже за границами усадьбы. Вот. И вы, наверное, знаете, да, дружба между Левитаном и Чеховым. Она продолжалась, ну, практически очень долго, много лет. Вот. Они ссорились тоже. Ну, и в том числе и за женщины, да, кувшинниковой. Ну, в общем, как-то потом всё равно мирились. И хотя ссоры были довольно серьёзные, но, в общем, всё-таки нашли в себе силы как-то более-менее оттаять, да, и снова потом соединиться. Ну, так бывает, да, люди ссорятся. Тем более за женщин. Это такой типичный момент. Ну, сейчас, может, в меньшей степени. А раньше это как-то было довольно распространено. Ну, вот ещё скамейки. Такие скамейки тоже присутствуют. Вот. И Левитан сюда приезжал к нему. Исаак Левитан сюда к нему приезжал. Ну, и Чехов, собственно говоря. Надо сказать, что Чехов здесь не жил безвылазно. Он не то, что прямо здесь, знаете, приехал в Мелико в 92-м году и прямо жил где-то в 99-го года вообще. Нет, конечно. Он постоянно выезжал в Москву и более того выезжал в Петербург и в другие некоторые места тоже выезжал. В Ясную Поляну во-первых, к Толстому ездил. Вот. Поэтому, ну, конечно, в основном жил здесь, но иногда выезжал в другие места. А так что Левитан сюда приезжал. Поэтому это место называется Левитановская горка. А это, собственно, главный дом. Вот именно здесь как раз в основном и жил Антон Чехов. Ну, тут вокруг типа такого открытого, открытой площадки. Кстати, вот, типа летнего театра. Видите, здесь вот такая вот площадка, да. Вот. Стульчики стоят, столик. И тут вот иногда представление устраивается прямо около этого дома. Вот. Это сад, который называется Юг Франции. Вот. Не знаешь, почему он так называется, но, наверное, ну, понятно такая, так сказать, тоска такая, да, и желание русского человека, да, наших широт, по теплу, по, так сказать, по югу, по морю, на что-то такое, да, знаете, где все цветет, все пахнет, круглый год. У нас такая, как правило, климат довольно-таки прохладный, да. Это сейчас такое потепление климата, но все равно довольно прохладный, как мы видим даже вот этим летом и весной, особенно в мае. Вот. Ну, и вот, видимо, такое желание создать такой, как бы небольшой райок, такую жизнь, как бы райскую. Здесь вот, даже в наших широтах, насадить такой сад и назвать вот Юг Франции. Ну, кстати, так сказать, Чехов был в Европе, постоянно тут тоже путешествовал, в некоторых странах тоже был, поэтому не так, чтобы он был совсем чужд Франции и других европейских стран. Более-менее представление он, конечно, имел и не понаслышке. Ну, вот это главный дом, который, в общем-то, надо сказать, был воссоздан. Он, в принципе, тут в советское время, да, печенье, кстати, здесь в бахилах, надо обязательно бахилы надевать. Вот здесь они находятся, их надо, ну, как, в поликлинике и так далее, то есть просто так не пустят. И, кстати, их надо надевать только вот в этом главном доме, а вот на кухне или там, допустим, в амбулатории, других помещениях, там бахилы надевать не надо. Вот там, пожалуйста, в чем входишь, то в том и заходишь. А, соответственно, здесь вот надо вот надевать. Ну, и понятно, что вход тоже по билетам, то есть надо иметь билет. Либо стандарт, как я вот купил, ну, либо, соответственно, все включено, тогда уже подороже. Ну, сюда по любым билетам можно заходить. Ну, и вот всякие комнаты, прихожая и так далее. То есть тут вот есть определенные, можно посмотреть, да, здесь разные вещи и так далее. Вот всю обстановку, примерно такую, какая она была вот именно при, собственно, жизни здесь Чехово. Еще раз повторюсь, что постройки тут во много были разрушены еще в советское время, в принципе, да. Еще задолго до того, как здесь открыли, собственно говоря, двори, эту усадьбу, потому что музей здесь открыли в 1941 году. Вот, как ни странно. А до этого тут во многом все было заброшено, разрушалось, сгорело, и поэтому фактически дом, в общем-то, да, было все уже в таком негодном состоянии. Ну, и вокруг тоже, в принципе, все фактически пришло в большой негодный зал. Там, так сказать, 20-30-е годы, ну, после революции 1917 года. Дом весь разрушился, в 1929 году он просто рухнул, ну, а потом ее полностью разобрали. Поэтому, в принципе, тут от усадьбы практически ничего уже не осталось, где он жил. Ну, и потом уже, по сути, все создавалось по крупицам, и внутреннего убранства всего, и документы, и вещи. То есть, это не то, что, понимаете, имейте в виду, да, что это не то, что... Это все, вот, как вот Чехов жил, так вот прям, и все с тех пор осталось. Вот с 1999 года, и прям вот это все, прямо до настоящего времени. Нет, на самом деле, это не так. Еще раз повторюсь, что дом был фактически полностью разорен. Да, вся усадьба. Вот, 20-е годы, особенно, 30-е годы. Вот, то есть, по сути, здесь вообще ничего не осталось. Ну, флигли, вроде, говорит, осталось еще более-менее. А вот главный дом и остальное тут во многом было разорено. Поэтому потом, когда создавали уже этот музей, там, 30-е, 40-е годы, ну, и позже, уже, соответственно, все это заново наносились. Личные вещи всякие и так далее, обстановка, все это создавалось потом по воспоминаниям, что-то создавалось, да, по чертежам каким-то, по фотографиям. Ну, короче говоря, вот все разные источники им пользовались, и в итоге вот создали такую обстановку. Ну, пианино, это как обычно, тогда было принято, практически во всех домах таких интеллигентных людей почти всегда было пианино. Ну, естественно, Чехов был интеллигентным человеком, так что пианино тоже, конечно же, было. Вот. Ну, и такая-то обстановка. Книги тоже, которые читал Чехов, тут тоже, как любой интеллигент, образованный человек, естественно, книги он читал. Вообще, он ему очень нравилось здесь жить, он был очень доволен. Тогда это село было в Серпуховском и есть, сейчас Чеховский район, ну, город Чехов, да, он сказал, что в Москве даже улицы нет, а вот под Москвой есть даже целый город, посвященный Чехову. Это бывший город Лопасня, ну, село сначала Лопасня, там, где речка Лопасня, потому что протекает, ну, а потом и город Лопасня, его уже в советское время перенимировали в Чехов. Так что есть даже целый, и район Чеховский, город Чехов, и район Чеховский. Ну, и вот как раз в этом районе находится Белехово. Вот, оно когда-то, ну, во времена Чехова, оно было в Серпуховском езде, Московской, Московской губернии, не Московской области, а Московской губернии. Вот, на Каширсе, недалеко от Каширского тракта, собственно, и где шло такое интенсивное движение. Ну, это ныне, получается, Сиферопольское шоссе. Вот такие вот витражи, кстати, обратите внимание, тоже красивые такие окна. Вот, тоже, что такое, что-то радостное, да. Вот, есть, можно посмотреть. Красиво тоже. Ну, с одной стороны, конечно, вроде кажется, ну, неплохо Чех жил, да, неплохо устроился, вроде столько всего. Вот, ну, с другой стороны, знаете, да, можно так, конечно, сказать, но с другой стороны, ну, прям каких-то излишеств, в общем-то, и нету, да. Да, то есть, вот как сейчас там богатые люди живут, а явно, что Чехов-то был прямо, прямо скажем, ну, не бедный человек, конечно, все-таки известность была большая, да. Ну, можно сказать, так сказать, действительно великий человек, человек первой величины во всех отношениях. Ну, видите, тут бывает, экскурсии проходят, когда экскурсии, то народу бывает довольно много. А поскольку все-таки помещения, они уж не очень большие, да, тем более, не везде можно ходить. Здесь, вот, видите, ограда. Ну, это спальня, очевидно, где вот спал Чехов. Да, швидеть, все аскетично. Ну, что, кровать, стул, ну, картина. Вот, много просто очень картин. Сейчас, как-то, как-то не принято, да, фотографий на стене вешать, это как-то не очень сейчас принято. Вот, разные картины, фотографии, а раньше это было очень принято. Ну, опять же, птухи вот того же 19-го, там, первой половины 20-го века. Ну, в советское время, кстати, тоже очень часто, я просто очень помню эти времена, и даже и 70-е, 80-е годы. Очень много было. Вон, да, столовая, понятно. Вот. Ну, надо сказать, что здесь столовая есть, но, в принципе, ели обычно не здесь. А я покажу потом, там кухня, специальный флигель выделили именно для кушания. Но здесь, может быть, собирались по каким-то торжественным поводам. Мало ли, может, устали какие-то банкеты, юбилеи праздновали. То есть, специально, вот, собирались именно дома, когда надо было. А так, для этого было специальное помещение. Ну, тоже, как видите, картины, занавески, часы, вот разные стулья, все, буфет вон стоит там, да, то есть, ну, в принципе, такая обстановка вполне себе. В общем-то, но если не аскетичная, то, в общем, достаточно скромная, прямо скажем. хотя, конечно, со вкусом, безусловно. Ну, вот еще одна спальня, видимо, да. Вот так что, так, полочки висят. Ну, вот можно все посмотреть. Ну, вот, собственно, и все. Такой, вот это главный дом, собственно, там, где как раз уж жил Чехов. Ну, видите, там вот бахилы тоже снимают, потом сначала надеваешь, потом после выхода из дома, естественно, снимаешь, вот можно положить, соответственно, вход с одной стороны в дом, а выход, соответственно, с другой стороны. То есть, проходишь весь дом и выходишь с другой стороны. Вот такая тут система, скажем так. Самовары, кстати, везде, обратите внимание. Ну, тоже сейчас самоварами практически никто не пользуется, да, все чайники, в том числе электрическими чайниками в основном мы сейчас пользуемся, да. Ну, раньше, наоборот, естественно, сами понимаете, что раньше были какие-то электрические чайники естественно да и просто чайники редкость была на самовара конечно были да но они создавали помимо всего прочего помимо такой чисто утилитарной конечно цели скипятить там кипяток чай попить вот они конечно сдавали еще уют то есть за самоваром собирался вот тепло от него шло да уют такой создавался и вся семья собирался вокруг самовара блога как бы таким чуть не центром да вот всего собрания очень часто в центр сад искать ставили самовара и вот вокруг таксера расседались и соответственно постоянно подливали наливали еще для продолжения скажем так беседа диалога так далее вот но ведь хоть ковры и обратить внимание дорожки ну я не знаю судя по всему нам при чехове тоже так было то есть я не учился эти насчет ковров я не знаю были ли ковры или это уже сейчас постилили честно говоря не могу сказать в общем то может быть и были вот эти все половики но это может уже все таки и потом постилили скажем так вот опять пианино это я просто опять же вытаскивать по сути возвращаясь даже откуда начал по сути это это по сути прихожая это прихожая дальше там шли уже от прихожей разные комнаты и как часто это зала да вот ну как картина тоже картина очень принято было раньше аристократии вообще вешать сейчас это редко опять же бывает но раньше это очень наоборот довольно часто ну такие вот зала вот главный дом так что человек вот здесь очень нравилось жить он прям просто был в восторге и многие его произведения которые написаны были вот и в этот период 90-е годы и впоследствии ну до смерти своей они как раз были вдохновлены именно мелеховым вот и вот его как раз впечатления вот в части зарисовки природы которые постоянно присутствуют да вот такая окрестных мест они как раз во многом были именно навеяны вот именно жизнью непосредственно мелехове вот это потом отразилось на его творчестве ну и запаял это сказать посмотрел народу жизнь и так далее ну и вот природа тоже все это тоже отразилось конечно очень ему нравилось мелехами просто в восторге был ну и вокруг как видите очень много садов цветов а вон а вон видите кухня сейчас туда пойдем на кухню кухонный флигель называется вот видите это дома в флигель дело все в том что вообще когда чехов купил вот это мелехова то кухня она находилась непосредственно в самом доме ну как у нас находится да то есть кухня она часть дома час нашей квартиры скажем так вот но у нас не дом как правило квартиру в многоэтажном доме вот а здесь вот она кухня была в самом этом доме но дело в том что чехов это не понравилось потому что эти запахи которые постоянно шли с кухни они бы раздражали ну вот ну что это как то запах кухни да ему это не нравилось и он специально был построен вот этот вот флигель специально вот это кухонное помещение он еще называется кухонный флигель ну то есть помещение где принимали пищу специально то дне она небольшое такое и вот именно построить по его просьбе скажем так и по настоянию как как хотите вот ну то есть этот был специально сделано до этого получается пищу принимали непосредственно самом доме там кухни было ну как часто и бывает у нас же это тоже даже деревянных домах там кухня она тоже так или иначе связано с рано сказать с домом до часть дома является а здесь она в особом помещении в этом находится видите как такое немножко такой голубоватико маленькое помещение но это же вот опять сюда вход идет по билету вот поэтому ну тут кошки кстати кошек здесь довольно много на территории от этой усадьбы бегает они такие знаете все сыты и окормленные и очень довольный вид у них ну видно что и здесь подкармливают вот их я тут довольно много встречал я знаю что в эта корзинка на символ гостеприимства какого-то трудно сказать не знаю что это такое почему она там стоит на столе но вот но и кошка там рядом сидит но в общем короче кошек здесь достаточно много ну вот это вот да называется ведь кухонный флигель вот естественно тоже помогу воссоздан то есть это все было фактически воссоздавалось да был примерно на то есть он он действительно именно так и выглядел как при чехове да и примерно обстановка была та же самая но еще раз повторюсь что конечно это все таки в значительной степени новодел ну то есть не так как прям вот конкретно хотя говорят что это флигель он все таки больше степени сохранился чем непосредственно главный дом который по сути ну я уже говорил его полностью разобрали и вот ну вот была кухня видите это печка справа стоит печь тогда печами отапливают тогда еще сагазан так не был централизован отопление как у нас сейчас поэтому отапливали печами вы можете видеть во многих усадьбах в помещи домах что там отопление было именно печное печное отопление и печи можно видеть но всякие разные бывают очень красивые часто печи украшали ну тоже вот еще скажем так отделение вот такая кухня ну тут наверно готовили может быть что-то да просто сидели ждали там уже обедали сундук ну как видите все довольно аскетично действительно то есть скажем так как что-то лишнее особенно нет единстве я вот все таки вот эти половики я не знаю что-то были они при нем нет или были голые полы но на все таки что-то может на полу и было как-то стилю вот но такое помещение видите как все очень все очень просто буквально состоится из двух комнаток ну и скажем так это это сеня называется то то есть помещение которое видим холодные тоже то тогда были но сейчас понятно все отапливается а раньше видим а при нем они были холодные точно себе при холодных вот который соединяет собственного те те две куде комнатки два помещения ну по и здесь чисто утилитарно понятно поэтому здесь мы не видим каких-то портретов или там и каких-то это сама фотографии на стенах и так далее ну поскольку все таки это кухня поэтому учетесь ну такой вид вот видите на огород осад огород окружающие как видите кстати обратите внимание что вокруг все утопает буквально в зелени очень много зелени разные везде вокруг вот надо сказать что чехов он здесь не только жил но он и из контакта варил он с крестьянами постоянно общался к нему постоянно сюда приезжали то есть тут дом был почти постоянно полон народу и как родственники друзья приезжали разные писатели кого тут только не было скажем так то есть очень много тут разных было людей вот ну например то и гелировский и левитан и свободен неверующий данченко вот симашка велочилист был иваненко флитист но сейчас они мало известно но когда то вот в принципе они в россии были довольно таки известны ну очень много людей что приезжало как известных сегодня так и не очень известных вот сам чехов тоже отсюда ездил к нему сюда приезжали то есть тут скажем так не вовсе не по монашески жил вот нет он здесь постоянно стральский то праздники кит события играли тут шутили вот стихи читали экспромты произведения свои какие-то музыка играла то есть тут довольно таки веселая была жизнь на самом деле чехов вовсе не был монахом и каким человеком который как он может часто показаться каким таким очень аскетичным да строгим на самом деле вывеселиться но в меру на все таки он конечно же любил вот ну вот это вот создание это называется амбар вот амбар даже им даже но рядом амбар погреб вот а это вот усадьба ванникова как раз о которой я говорил туда вход закрыт там находится научный центр от этого музея вон полиция вот видите деревянный домик это полиция а вон там вдалеке видите этот музей этого научный центр на вот ну там типа всякие след не проходит есть там научно сотрудники живут и так далее ну и там чуть подальше театральная школа есть ну там может быть занятий кит устраиваться вот ну короче как видите здесь вход закрыт вот конкретно то есть здание туда заходить нельзя вот но тоже ты это здесь амбар стоит ну амбар понятно видимо хранили всякие зерно для чего марк нужен понятно но сейчас понятно там уже конечно не никакой зерно не хранят не всякие другие там разные припасы и так далее и сырье всякое конечно тоже чисто теперь декоративные функционы играет вот но когда ты способна зачем рядом кстати был погреб тоже ну понятно тоже для чего использовался вон он погреб но увидите кошка еще смотрите вот они будут бегать постоянно вот одна другая прям прям около домов вот их можно встретить достаточно много одна с другой и причем они такие черт срез довольно сыты и видно что такой вид у них хороший довольный везде бегают чувствовать себя прям действительно как настоящий хозяева вот ничего особо не бояться но уже привыкли на арк народу потому что народ постоянно здесь бывает вот так что человек вон здесь постоянно вот значит что-то делал и не но не только скажем так друзей принимал и сам куда-то ездил ну и в общем он тут и школы организовывал и всякие амбулатории как тогда назывались поликлиники это сейчас нас поликлиника такого слова не было было амбулатория вот всякие какие-то административные мероприятия сейчас связано с жизнью христиан счет устраивал их жизни почтово отделение 1 таскать садисла открытию почты в лопастень тогдашние тогдашние на сейчас город чехов опять же да вот помогал в части покупал почтовой марки тоже для почты телеграф тоже при нем было открыто его содействие скажем так и первую телеграмму кстати отправил им но он сам ну вот еще там насадьба варениковых вот детьми тоже занимался так вот принципе играл с ним пускал ракеты вот как врач тоже не только старался открывать всякие там амбулатории и так далее но он и сам принимал людей стал 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 с лечить поскольку не стоит таскать вот мы сейчас амбулатор еще посмотрим кстати за одно его лично который здесь открыл непосредственно территории своей усадьбы вот но еще и другие амбулатории тоже в окрестных поселениях тоже открывал так что он достаточно жизнь активно активно он явно не сидел руки не не тот человек был поэтому пытался то что с холерой бороться который тогда свирепствовал здесь в этих вот местах но не только здесь она и москве тоже было и тем тем более что здесь вот с разными местными земскими деятелями встречался вот колодец журавль по-моему называется но понятно воду брали это даже не было как сейчас насоса таких мощных а это баня это баня вот задняя баня ну баня нам не надо смысла объяснять нету но сейчас понятно надо она же конечно не работает просто обычный дом уж там какие службы находятся музейные но вход туда закрыт но а так вообще здание на тело сану сохранился скорее все тоже на было воссозданность на вот по типу того который был во времена чехова мы принимал участие народной переписи например тоже скажем так открывал школу в соседнем селе то лишь вот тут нему пришли крестьяне что в новоселках тоже открывал школу в талиже то есть вот так вот ну в мельяхове здесь тоже школу то есть так папам три школы открыл вот на просьбе в том числе местного населения так что достаточно такой деятельный он был довольно деятельным человеком в этом отношении ну и бобы и сесться помогали и все еще и все сестра марии там антон чехова брат его ну вот они в принципе тоже вот антон чехов он недалеко от мельях он тоже жил в принципе суток старался помогать во всяких трудах но и как видите вокруг очень такая живописная природа вот очень много всякой зелени слава богу здесь действительно и довольно таки много есть благоустройство и конечно немножко есть видно что конечно здесь понятно дело следят и немножко конечно тут наверно какие-то проходят уже какие-то небольшие такие благоустроительные мероприятия да но конечно из какой москвы не сравнится поэтому здесь слава богу еще в общем то буйство природы видим быть довольно много зелени если там около главных домов там все-таки еще как-то вот и есть и полянка и сад ну хотя каштож зелень то здесь вот уже по краям вот этой территории да она кстати огорожена здесь прям действительно очень такие сейчас взрослые деревья можно посидеть прям под их сенью этих деревьев тут никто не ограничивает находиться можно если билет купишь там минимальца 280 рублей ну то есть почти 300 рублей да за вход ну собственно вход осмотр всех вот то пожалуйста все хоть целый день с утра до вечера пришел и пробку здесь проводят хоть обсидись как говорится никто тебе слова не скажет может здесь проводить но только конечно без выхода если уже выйдешь что все до обратно же не пустят опять придется бьет покупать а так вот зашел и пожалуйста смотри чего хочешь сколько хочешь тут никто и тебя не ограничивает даже если допустим какой дискурсе заходить присоединиться то таскать экскурсия ушла вы можете дальше уже по своим индивидуальным каким-то планам желанием тут ходить начала вот ездить по окрестностям тоже вот чехов со своими родными сам выбирался грибы сейчас собирали вот ездили давыдову пустынь там монастырь сейчас он вас тоже возрожден неподалеку все эти села находят стали что же церковь там поэтому в принципе еще много здесь было тоже баба большая была интересная жизнь так что даже тут уже места стало не хватать и вот антон чехов он в общем даже хотел тут некий хутор построить чтобы как-то от людей с как то что он уставал тоже от людей это многолюдство и он в общем даже старался как-то что-то такое даже сделать как-то единицы ну а этот доме где была написана чайка знаменитая пьеса чехова чайка ну достаточно такая ну как и многие другие произведения чехова достаточно печальная тоже довольно такие трагические произведения ну несчастная любовь там актер один любил женщину она соответственно его отвергла стал с другим думала как-то за него зацепиться ну а он в итоге тоже ее фактически не поддержал мы в итоге в общем такая несчастная опять же любовь со многих сторон ну как в жизни часто бывает так во многом все это написано просто там понятное дело что произведение как все это несколько как говорится может быть художественно написано да и как то все это сжато все эти страсти эмоции так далее но в целом это все описывает вот этот мир артистов мир актеров который был ну как он раньше так во многом и сейчас с их всякими пороками с их тщеславием своеволием гордынями до желанием сделать карьеру ну и так далее так что все общем как всегда ничего особо не выдумано может быть несколько конечно как то вот представлю в такой может быть преувеличенной форме гипер гиперболической но в целом все как в жизни так и произведениях в этом смысле чехов он конечно действительно очень великий может и даже в каком смысле гениальный писатель вот ну слово такое может быть высокая но действительно во многом гениальны потому что он умел выразить он очень мастер рассказа человек в один из моих любим кстати писателей наряду с паустовским и зайцевым вот и большая экскурсия и таскать он мастер рассказа мастер рассказа то есть он в маленьком рассказе буквально да там на 45 страниц она иногда даже некоторые рассказы еще меньше занимает место он очень умело и четко выражает главную суть какую-то да какой-то порог человека вы смеете да или показывает да или что-то какую-то мысль доносит то есть для таскать кому требуется для этого там не за целое выступление да это мой огромный роман написать а чеху требовалось буквально всего там несколько страниц и в этом отношении конечно его рассказа не часто легко запоминается но вот этот вот чай как раздумать для того чтобы сюда попасть для этого нужно обычно билета недостаточно для этого надо купить полный билет все включено поэтому соответственно я уже сюда не пошел в силу того что мне это не полагается но это вообще как бы считается и вот это домик написано было чайка этот вес человек он считает чуть ли не главный такой как бы самым таким ну можно сказать изюминкой что ли чуть не главной изюминкой вот этого мельехова да и сотрудники они просто прям буквально одним трясутся и с особой теплотой о нем отзываются именно об этом домике ну не знаешь почему но вот вот так вот как тот прям особой любовью пользуются скажем так ну снова вот оборщаться сейчас тогда пойдем в амбулаторию в сторону амбулатория вот видишь какая большая территория поэтому даже многие кто сюда приходит они вот говорят что у на душ как хорошо джинска с на какая территория большая территория занимала чеховская усадьба да ну да это так вот и вот здесь находится еще один памятник чехову как вы видите да второй памятник всего два памятника первый как раз на входе я показывал и он довольно таки новый а это памятник обильный он был салтый 151 году то есть он как раз еще советский памятник советских времен чем таких довольно еще старых то есть он ну вот зиморской центре усадьба здесь установлен тот прям при входе а здесь там центре усадьбы между такими основными постройками главным домом там кухни ну и соответственно уже таким более служебным постройками вот которому сейчас как раз идем здесь вот неподалеку конюшня находилась опять же повторюсь что это во многом уже заново сделаны домики те которые ну скажем так уже под стиль тех которых когда здесь находились но это вот людская так займа людская служебное помещение но возможно это место делать человек принимал людей поэтому называется людская а вон там конюшня уже за чуть подальше там помещение конюшня ну как часто бывает усадьбах держали лошадей часто в конюшне но сейчас тут видите проводится людская но сейчас видим какая служебная постройка но здесь видите как там можно принципе посидеть любому желающему тип такой веранда небольшой вот и вокруг как видите тоже довольно таки так сказать большие пространства свободные что тоже очень важно потому что что то сказать почему это важно ну потому чтобы глаза отдыхали понимаете чтобы люди не все время смотрели чем плохи те же человечки да который сейчас постоянно москве строится одни темы во многом и плохи что люди постоянно смотрят на дома 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 то есть сплошные дома сплошные сооружения то есть глазу негде отдохнуть постоянно вот это идет вот это перенапряжение машины дороги строение а где отдыхать так сказать человеку а душе человека обязательно нужен отдых поэтому вот эти пространства они кажу очень важны для нормального скажем так функционирования человека вот ну вот это вот сюда театральный двор тоже тут несколько театральных постройки на территории но понятно поскольку и сам соответственно чехов театр убил и жена его была актриса книпер чехова ольга книпер чехова вот эта амбулатория то есть это место где соответственно чехов он лечил больных вот сюда к нему приходили больные специально создал такую постройку вот и он здесь вот он принимал больных а вокруг ведь вот тут все окружено садом но есть лекарственные растениями но потому что соответственно сейчас у нас да получается что ну это сказать и лечить всякой химии да таблетки таблетками химическими а раньше времена чехова то в общем то но были так как пилюли да но по большей степени лечили все таки именно лекарственными травами да всякими настойками отварами но вот лечили и поэтому вот тут же все выращивалось да всякие лекарственные растения а потом они же применялись если не просто так они тут растут да ради интереса ради забавы нет а для того что именно для для лечения ну вот эта амбулатория видите как кабинет где видимо такая приемная где чехов тут все записывал за столиком сидел там рецепт выписывал там видимо переодевались люди он койка стоит ну и все как обычно да во многом как и сейчас конечно другое дело что понятно оборудование конечно дусь и какой сейчас и какой тогда но здесь нам может фильм показывать не знаю вот какой тогда было конечно это небо земля но сами понимаете какое время такой вот так что здесь и вот ведь сколько комнат разных да тоже вот типа палат каких-то надо может даже здесь какое-то время может даже больные какое-то время лечить хоть эта амбулатория она вообще не предполагает каждого длительного нахождения людей все таки это ну как поликлиника да то есть пришел ушел все те процедуру сделали 9 так сказать диагноз поставили или так сказать рецептор выписали да какое-то лечение но и вперед дальше идея все вот ну вот это видим кто у него лечился тут приезжали и так далее при этом чехов он надо сказать что когда лечил больных то он всегда наблюдал за внутренним миром то есть он в принципе знал что переживание болезни но наклады отпечатка на характер заболевания вот поэтому очень важно что то сказать ну старался он тоже людей скажем так он был еще и психологом не просто врачом да который вот там а ангину тебя ну значит тебе там вот такое лекарство давай иди пей там или травку попей так далее он старался еще все-таки человеком поговорить выслушать его понятие внутренний мир иска соответственно как то вот тоже наметить методы борьбы не только по линии лекарств и разных таскать каких-то примочек а еще и все-таки путем таскать как ну скажем так врачевание с внутреннего мира то есть как ты насчет какого-то настроя вот чтобы как-то человека с человеком поговорить стараться как-то чтобы он может быть не переживал поменьше да как-то вот нашел другой переключился ну то есть скажем так как-то вот занялся внутренним миром тогда и болезни во многом тоже отступит вот ну вот опять же да то же самое место вот тут ведь и деревянный пол скамеечком можно посидеть вот карта московской области тогдашние тоже можно посмотреть но похоже на современные правда такая территория бланну зала с московской губернии но по сути то границы во многом такие же но потом советское время на немножко разрослась потому что отхватил человек потери немножко того для московского старчать рязанской области отхватили владимирской области отхватили немножко но ведь чемоданчик там видим где всякие разные были инструменты для лечения вот такая амбулатория ну по нашему поликлиника сейчас от называетесь сколько народу ну тут когда как тут видите вот при на на придешь никого нет она да соответственно наоборот вот и здесь что тоже интересно можете немножко ботаникой позаниматься тут так сказать есть написание разных растений что как называется от может этот ландыша но ты карст на растение которое применяется медицине они сейчас применяются какая разница растения они как когда росли причерками так сейчас ну вот и можно здесь вот посмотреть вот тут тут видите есть надписи как и называется то ли но растения и вот соответственно можно посмотреть удушиться способом нужно идти обыкновенному ну что Taste No как выглядит так что вот сможете тоже видеть но и так далее ведь небольшой уголочек такой лекарственный уголок типа артекарский как еще раньше называли да certi ещё аптекарский огород у нас есть в проспекте мира который при петре первым который был еще создан. Ну, вот это как раз то самое. Он же тоже, этот аптекарский огород создавался в проспекте Мира, тоже не просто так. Его создавали именно для Московского университета, именно с целью прежде всего изучения разных, так сказать, трав на предметы их применения именно в медицине, то есть для лечения больных прежде всего. Вот это вот. Он пузырник, ну и так далее. То есть тут можно изучить разные растения. Ну, вот. Ну, а это как бы такой хозяйственный двор, то есть там в амбулатории находится хозяйственный двор. Вот здесь вот называется Рига, такой сарай для сушки и обработки зерна. Ну, а дальше там по сути дела особо как-то никто не ходит, то есть там как бы такой хозяйственный двор, вот это Рига, да. То есть такое помещение тоже, видимо, при Чехове было. Ну, дальше там уже, соответственно, просто какой-то и действительно хозяйственный какие-то объекты разные, ведь какие-то кучи. Тут какая-то техника стояла, даже не знаю там, что. Ну, я думаю, что явно, что это уже все новое там. Такую вот территорию такая, в общем-то, по сути, непосещаемая. Вроде как запрета нет сюда заходить, но с другой стороны, а что тут делать, вроде как. Ну, кстати, здесь я вот гусей встретил. Видите, гуси? Причем гуси, они совершенно не боятся людей здесь. Обычно гуси, они как-то, ну, такие довольно-таки пугливые, в общем-то, они не очень стараются прям так, знаете, соприкасаться с человеком прям непосредственно. А здесь они очень наглые, прям такие, знаете, они прямо реально вот видят, они прутся, прям идут своей дорогой, и все. Им надо, они идут, и никого не боятся. То есть чувствуется, что прям такой, знаете, ну, эти вот хозяйственные дворки, там автобусы, ну, я так понимаю, что это какие-то музейные тоже, всякие службы теперь. Вот, а что они себя чувствуют очень уверенно, и видно, что прямо, знаете, за ними ход хороший, и они прям чувствуют силу какую-то определенную, то есть, так прям, очень важно себя тут ведут, чтобы, не дай бог, то есть они ведут себя именно как хозяева, не просто как вот так, а что, типа, ты знаешь, знаешь свое место, вы тут в гостях, а мы тут вот живем, понимаешь, поэтому, давайте, так сказать, не будем, как бы, да, вот так они тут и расхаживают, привлекает внимание посетителей, вот это Рига как раз, да, помещение для вот как раз сушки и переработки зерна. Ну, видим, когда-то было, а сейчас, скорее всего, понятно, что какое тут зерно, какая тут сушка, ну, это все понятно, уже музейный экспонат, и просто для антуража, для обстановки, как тогда вот было, примерно, при Чехе. Вот и все. Ну, вот амбулатория, опять же, повторюсь, да, то есть, видите, да, то есть, это как врачебный кабинет, поликлиника, и с другой, и вокруг находятся лекарственные растения, собственно говоря, которыми как раз Чехов и лечил больных. Вот и все. Все как порядок. Вот. Ну, а здесь вот, соответственно, конюшня напротив находится, видите, вот это помещение, это конюшня, вот это вот она конюшня, ну, а там это, соответственно, людская. Театральный двор, людская. За ней смотрели уже, в принципе, здесь. Ну, вот, собственно говоря, и все. То есть, по большому счету, я, в общем, практически все показал, наверное, да, то, что здесь вот происходит. Вот эта конюшня. Ну, лошадей, наверное, тоже здесь уже нету. Вряд ли здесь лошади держать. Я, конечно, точно не поручусь на 100% за счет этого, но я что-то не слышал, что в Мелехове выдержали лошади. Скорее всего, все-таки их здесь нету. Ну, это просто, опять же, такой музейный экспонат. Вот. А здесь рядом тоже разные театральные представления происходят. Вы уже поняли, что здесь, так сказать, при мне, правда, не происходило ни одного, но вообще говорят, что здесь проводится довольно много. Не то, что говорят, даже есть села афиша. То есть, в принципе, если вы хотите как-то, в общем, посмотреть на театральные представления, то, значит, как-то этим озаботьтесь, то есть, посмотрите там, или позвонить можно сюда, или как-то узнать поточнее, когда они конкретно проходят, где, чтобы именно на них попасть. Потому что, я, допустим, был, я не при мне никаких представлений не происходил, допустим, но я так понимаю, что они, скорее всего, побольше происходят, может, где-то ближай к вечеру. Вот. Ну, вот, собственно, мы опять возвратились, вот, сделать такой круг. Вот здесь, кстати, находится музейное кафе. Вот здесь можно перекусить. По сути, это единственное место, где можно перекусить в Мерехове. единственное, то есть, если где-то вы хотите перекусить, вот так, пообедать, да, просто там кофе попить, то вот вам сюда музейное кафе. Это туалет, кстати. Ну, кстати, тоже единственный туалет. Больше туалетов на территории музея-заповедника нет. Ну, вполне достаточно, наверное, одного. Ну, вот здесь кафе, тоже туалет, там вот прудик небольшой тоже. Еще один очередной пруд, такой декоративный, тоже на территории музей заповедника ну и тоже вокруг открытое пространство вот там кафе причем как видите она с веранды с открытой естественно летняя преимущественно вот поэтому даже в жаркую погоду можно будет посетить на свежем воздухе ну цены сами понимаете цены конечно тоже музейные естественно с наценкой но как иначе тем более единственное кафе на всей территории поэтому понятное дело что ну и поэтому его посещать не так что кстати много людей казалось бы ну так там должно быть людей много ничего подобного конечно люди сидят ну прямо скажем там хорошо если хотя бы на 1 3 оно было заполнено по крайней мере примерно опять же я был утром наверное потом ближе к вечеру оно заполняется полностью вот может быть там в течение дня уже люди приходят это да ну вот утром в принципе свободные места там вполне есть так что если хотите тоже вообще что если хотите чтобы народу было поменьше приезжать пораньше утром где-то к открытию там 9 10 утра вот так вот 11 утра еще как-то вот более-менее пока еще не только-только начинают люди приходить приезжать с разных уголков потому что потом уже где-то 12 начиная с 12 и дальше туда уже до вечера здесь народу бывает очень много поэтому будете в круговерте как правило находиться тем более выходные дни если ну или если есть возможность приезжать там будет и он работает каждый день музей кроме понедельник понедельник выходной ну и там еще поет санитарный день но тоже посмотрите там полка каждый последний день что месяца как то так но я точно такие тонкости не знаю на администрации опять но мы уже смотрели по сути я просто уже показываю то что видели этот театральный дом здесь как раз пик проходит тоже музейное кафе находится ну где театр там и кафе да понятно но это же такой крытая закрытая территория то есть там уже внутри здесь там как на веранда фактически такая только внутри ну и тут конечно много всяких садовых композиций цветочных и так далее все конечно хватает ну и вот собственно вот откуда мы начали собственно говоря вот рассказ собственно даже мы и возвратились но куда еще а по по другому себя отсюда не здесь и вход и выход он с одной стороны то есть вот здесь и вход потому что здесь все охраняет все огорожено поэтому вход по билетам поэтому здесь выйти по-другому не получится есть только откуда пришли туда же и вернётесь вот этому опять же памятнику чехова ну и все и дальше там опять же выход ну скамейка видите никого нет ну сейчас нет потом кто-нибудь и будет ну такой еще знаете место люди то не очень любят сидеть тоже тут буквально виду получается и будут все 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 они будут мимо тебя ходить проходить туда сюда туда сюда поэтому тоже такое место то оно не очень-то хорошим на мой взгляд для такого хорошего отдыха то что дайте подальше я показывал там скамейки вот музейный килос пожалуйста посмотрите какой здесь выбор вот собственно вот такой вот выбор довольно много всего и для детей тоже есть всякие вещи магнитов вообще там более десятка разных видов эколажи есть обычные вот книжки пожалуйста статуэтки небольшие есть вот такие вазы ну такой магазин оплаты наличными и по карте принимаются так что какой как вам удобно так можно заплатить ну цены ну так вот тоже разные опять же насчет цен всегда сложно говорить потому что кому-то дорого кому-то недорого но опять же никто не заставляет покупать и можете мимо пройтись и пожалуйста не тоже не заставляет кстати магазин называется крыжовник по названию одного из рассказов антона чехова у него есть одноименный рассказ вот но я конечно здесь приобрел несколько книжек магнитик в конце покажу тогда что приобрел ну и тут же касса вон видите народ стоит тут даже надо в кассах бывает очереди но больших очередей обычно не бывает ну где-то там иногда 5-7 человек она чуть больше стоит ну вот опять же зародился на эту парковку ну и еще я бы хотел сейчас еще покажу рядом очень красивый пруд находится причем он необычайно длинный именно длинный не очень широкий но он очень длинный вот почему говорят его объединили из трех прудов это был три разных пруда а потом и объединили в один получился тут рут но причем он находится не на огороженной территории то есть это вот все я уже выжил с территории собственно говоря огороженной а там где платная и непосредственно вот разные объекты вот а это уже все это обычные просто сельские по сути прудик который окружает музей-заповедник то есть там ежесемо не просто тот музей-заповедник там через село мельехов где просто живут обычные люди вот который создание никаким образом сейчас не связано с этим музеем-заповедником 8 мы здесь 5 сам по себе деревня живет своей жизнью но она правда небольшая там постоянных жителей где-то у пяти человек вот так что так вот так конечно все снова сюда ездят ну да и сдачи дачники качестве естественно рядом дачное товарищество есть как как и везде поэтому понятно дело дело что летом конечно народу здесь защита прибавляется ну а так постоянно жители немного в мельехове живет вот можно здесь посидеть очень красивые места тоже заграды нужно посадить вон карту вот ну а здесь уже вы знаете здесь вот чем хорошо тем что здесь уже вообще никакого не было благоустройства даже близко да то есть если все таки на территории там ну как никак не крути но все-таки там все понятно все каш поддержки видите стриженые кустарники формованные такие да и всякие дорожки все так конечно вылезано вычищена вот то здесь вот наоборот такая вот по контрасту весьма дикой территория и здесь прям действительно природ такой какая нам в общем есть вообще без всяких фактических изменений можно сидеть в тенечке на скамейке и смотреть на этот пруд как кажется он буквально необъятный и вообще такой огромный просто но действительно очень очень большой или похоже на то что он действительно сделан именно один из сразу нескольких прудов потому что все-таки такие пруды я не знаю чтобы такой пруд выкопали тоже пруд это же искусство на все выкапывают ну вот так вот и заграда если кстати не хотите туда ходить внутрь в деньги платить можете он и заграда посмотреть вот на все вот эти домики вот это главный дом пожалуйста ну на все объекты может быть не видны прям непосредственно заграда но что-то все она увидеть можно так что можно бесплатно посмотреть его на щелочке забора слава богу он просвечивающий так что видите народу много гуляет здесь туда еще в школе ходить а школу покажу еще который тоже чехов открыл тут милихове вот это тоже один из музейных объектов там тоже можно посмотреть экспозицию вот это прудик от который как раз вот это небольшой который мы смотрели туда поближе поэтому тут принципе что-то можно видеть даже и не заходя во внутрь ну понятное дело это конечно есть если вы не хотите именно непосредственно видеть внутренности конечно дома понятно что если внутри хотите попасть но естественно что внутрь дома помещение его ей уж вы никак не с улицы не попадете отсюда просто да для этого надо заходить а внешний осмотр можно сделать не обязательно заходить внутрь ну такие вот красивые тут дорожки можно по грунтовым пройти то что нам нравится как раз да здесь пожалуйста гуляйте не хочу это все пруд он все идет 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 и да и такой общей кому-то прям может быть нескончаемый такой не на самом деле конечно нет у него есть и вот он собственно говоря конец вот а другой конец у него там он и длинный длинный он достигает может сказать туда удалось практически до шоссе идет почти до шоссе автомобильного так что надо обойти этот пруд и чуть не полчаса таскать составит времени вот это пожарный сарай который собственно создал сам чеха видите тоже тут на границе участке а вот его не показывал он довольно так вот далеко в таком безлюдно месте находится но оно и понятно ну и пожарный сарай понятно почему потому что пока пожарных дозовешься если что-нибудь загорится все же деревянные строения тогда все были ну и сейчас тоже вот специально там пожарное такое место где вот там вода была очевидно резервуар с водой и если какой-то пожар то сразу можно было своими силами все потушить а не звать там на помощь пожарных которые пока приедут уже все сгорит вот такой пруд вот он вот я с одного конца гляжу на другой туда он дать к 2 края практически не видно где-то он там задали дальней вот это вот люди идут не просто так это вот идут как раз от чеховской школы видите то есть это как маршрут такой идет одна здесь мимо пруда этого проходят и вот туда дальше туда тут через небольшой такой ручеек да как бы эта школа она как отдельное строение но не входят на непосредственно вот в границе вот это вот огороженную территорию а туда вот дайте но она недалеко отсюда находится но все равно тут надо пройти мимо от всех сельских домов такая дорожка ведет и вот туда дальше вон девушки вон где вот это дерево большой да там как раз вот за ним находится вот эта самая школа ну душка довольно живописные места приятные хороших катан природы здесь прям вот таких вот местах и тоже школ тоже хорошо как прав дети учились прямо это самая специально среди окружающей природы как приятно не среди плитки там асфальта и всего остального а именно вот среди природы единение такой из природы вот он собственно гражданной территории это как раз и есть вот эта вот школа вон она сама школа но это даже внутренний пошел непосредственно вот и сходить туда и тоже можно как ведь сходить там умыть или люди выходят входит так что в общем тоже один из таких объектов осмотра вот эта школа которая собственно тоже создано было самим как я уже сказал чеховом да то есть он новоселках тут подарок там с этим оселка сейчас закрыт филиал музей западе чех очень жалко конечно что он закрыт эта школа закрыта вот раньше там тоже был филиал этого музея но сейчас это закрыт вот и в талии же тоже церковь окрестные села вот ну еще отмечу тут церковь да как же без церкви но надо сказать что церковь она к сожалению была потеряна она сгорела она сгорела церковь и соответственно то есть была утрачена и в общем то что сейчас мы видим этот крестовозвиженский храм вот он просто это такое деревянное строение в общем то все это недавно только довольно красиво тоже все ведь и живописно но та церковь она была к сожалению который вот утрачены те и там чуть подальше находится церковь христа христова которая была еще до при чехове но она в девяносчетом году храм сгорел и он был установлен потом же в конце 90-х годов в общем то уже фактически ну примерно так таким каким был при чехове но еще раз при чехове то наводил то есть это именно оригинальная церковь которая была при чехове она не сохранилась не сохранилась так же как и фактически другие все строения этой усадьбы увы это тоже она сгорела но этого тоже а это крестовожие то есть получается две церкви вот это крестовозвиженская церковь и там еще большая тоже деревянная церковь но к сожалению закрыта была церковь ведь не смог туда попасть вот и там еще рядом находится церковь такая тоже яростная деревянная рождества христова я что они пошел но если при желании она прям совсем рядышком находится буквально противоположной стороне вот но еще раз повторюсь она построена была всего около 15 лет назад ну тут тоже можно доходить и беседочка красивые тоже такие елки сосны растут целый такой прям хозяйство этот церковный дом тоже уж такой небольшой приусадебный огородик как везде тут ну вот ну и в заключении покажу вам что я купил книжки чеховская подмосковья чеховская москва собственно вот это магнит калаш такой магнит да про милихова неплохая книжечка очень хорошо иллюстрированная сценаристского фотографии такая небольшая и при этом в общем основные такие моменты все можете принципе здесь прочитать увидеть скажем тогда витязь как чем такие основные цветные фотографии ну где-то и черно-белый еще прижизненные там старые фотографии сделаны вот это не да это самый недавно вышел стать никогда вот мемели чеховская подмосковья там кстати бесплатно дают при покупке билета там бесплатно дают небольшой такую как бы проспект маленький вот а милихове там с планом усадьбы и так далее вот это очень красиво хорошая книга вот чеховская подмосковья где чехов бывал чё подмосковью то все места которые связаны жизни чехов именно именно в подмосковье красиво такой фотоальбом но не дешевый но красивый вот и вот недавно выше книга может быть новинка чеховская москва книга вышел двадцать втором году вот автор евсеева да и вот прям тоже можно увидеть все места все 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 места которые так или иначе были связаны с жизнью чехова в москве и таких мест как видите очень много причем тут приводится такой айфавитный указатель как летных домов адресов где вот и на чеху бывал москве вот все все связано с ним в общем очень красивая книга хорошая рекомендовал бы и особенно каш если вы интересуетесь том числе и творчеством чехова его жизни москве с москвой связано очень много многое жизни чеху все до новых встреч на этот даю бесплатно билет